Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. Также мы продолжаем работать с АЦП-контроллером STM32 и F1 с использованием библиотеки LL. Также работать мы продолжим с инжектированным каналом. Запускать мы будем также наш АЦП на данном уроке автоматически. Все будем делать так же, но вернемся мы в режим однократного преобразования. Но как такое возможно и для чего это нужно, мы уже знаем с вами из урока 188-го, так как мы работали с вами уже по такому, в общем, сценарию. Мы будем запускать наше АЦП от таймера. Поэтому будет автоматизация. А зачем это нужно? Я напомню, что не так-то уж редко запускается режим continuous работает и получается там слишком большая частота. А таймер мы можем сделать хоть раз в секунду запускать его. Но мы так делать не будем. Мы где-то раз в миллисекунд сделаем. Опрасывать будем его 10 раз в секунду. И будет у нас постоянно также находиться в нашем переменной актуальное значение. То есть в режим кольцевого запуска где-то 38,5 у нас выходит там килогерц. А тут будет 1 килогерц. Все-таки, как-никак, хоть какая-то разгрузка для АЦП. Я думаю, это на энергопотребление очень хорошо скажется. Ну давайте тогда приступим к проекту. Сначала нашу схему на экран выведем. Надо же нам с вами где-то показатели смотреть. Вот там проект прошло урока работает. Interrupt. И приступим к уроку, убрав наш дисплей в правый нижний угол, чтобы не мешался. Что-то я не приготовил почему-то. Ничего. Ну, сейчас я поправлюсь. Вообще проект у нас собран будет из проекта вот самого первого по инжекторным из 182-го. 192-го, простите, урока. Вот с таким именем. Ну, а назван он будет у нас именем опять говорящим. Ну, приблизительно таким же, только ещё там слово team. Ну, вот у меня old'ы тут лежат. Вот такой. Ну, заодно лишний раз напомню, как делать проект. Вот эту вот колбасу всё туда копируем, переименовываем файл сначала. Заходим сюда, двойной щелчок шлёп и идём туда, где позеленело. Здесь поправляем, потом здесь поправляем. Ну, это чтобы лучше искать. Всё. Я control-v жму, сохраняю. Всё. И alt. Табом. Ухожу обратно в Commander. Запускаю файл. Вот так всё быстро делается. То есть, кто-то говорил, что нужно с нуля. Я думаю, минут 10 бы ушло на одну настройку только дисплея. И спрашивает, зачем козе баян. Поэтому открываем наш проект в кьюбе. Ну, и само собой включаем мы таймер. Но уже не третий, а четвёртый. К инжектированной группе у нас привязан четвёртый. Ну, здесь internal clock. Здесь 9, что всё равно, что 10. И здесь 7199. Ну, с нуля считаем, что поделать. Ну, и само собой, вот тут вот update event. Всё. Прервания у таймера никак и не включаем. Идём в ADC. И в качестве толкача мы используем уже с вами от четвёртого таймера триггер. Ну, вот, в принципе, всё. У нас прервания должны быть. Включаем их. Потому что я думал, у нас включен. Но мы же самый первый проект взяли. Там не включены. От АЦП прервания быть должны. И таймер-то он сам толканёт. Там не надо его прерывать. А вот когда закончат преобразование, мы об этом как-то должны узнать, по идее. И в это время забрать показания. Ну, или показатели. Неважно. Не спешим генерировать код. Идём в Advanced Settings. И не забываем вот здесь LL включить на таймер. Потому что мы его ещё не использовали. А полночание у нас халл. В Scale наш проект открываем. Делаем все наши заклинания. И делаем вот что. Опять мы забираем вот эту локальную переменную. Делаем её глобальной. Потом Source у триггера. Там-то мы выбрали, но опять это мало толку. Мы же ведь перенастраиваемся. Поэтому здесь вот вместо софтверного включаем такой. Ну и соответственно включаем локальные прервания. Где они есть? Вернее где их включить? Вот тут их включить. Перед включением АЦП. Не перед стартом конверсии, конечно. И нам нужно jxtrig включить в CR2. Он-то в путёвой работе кьюба никогда сам не включался. А уж тут тем более LL. Ну, вот здесь же. Вот этот вот по прерванию таймера. Ну, вернее не по прерванию, а по триггеру таймера, чтобы срабатывать. Вот такой вот. И здесь вот похвалимся, что мы с таймером с вами работаем. Также добавим давайте наш собственный пользовательский обработчик, в котором считаем значение из АЦП. Сделаем на него прототип в файле с прерываниями. Я уже это всё на автоматизме делаю. Уже столько раз это делал. И то ошибаюсь, как видите, да. Спешу, потому что, чтобы не затянуть урок, чтобы время у вас драгоценное не отнять. Я думаю, оно у вас драгоценное. Всё. Вызвали функции. Там считали показатели. Ну и соответственно, вот здесь мы в main уже вообще теперь нигде не запускаем ни разу наш АЦП. Его таймер запустит сам. Без нас. Без нашего. Без спроса, так сказать. Поэтому вот это вот вообще ничего мы не ждём, ничего мы не считываем и ничего мы не стартуем. Вот как остаётся. Всё запускаем. Вернее прошиваем, запускаем и вперёд. Вот. И у нас нули почему-то. Наверное опять я не в тот. Да нет, в тот. Смотрим попали, не попали. А, таймер мы не включили же. Видите, как быстро мы находим ошибки. Включим таймер и маленько подождём. Пусть он там раз несколько наберёт этих показателей. И мы одно из них случайно и себе считаем. Вот теперь скорее всего всё заработает. Таймер-то включать нужно ведь. Вот теперь у нас не нули. Крутим. Крутим. Ну вот. Всё отлично работает. То есть раз в миллисекунду у нас показания попадают в нашу переменную и десять раз в секунду мы просто им пользуемся, отображая их на дисплее. Вот и всё. Я думал, какие-то коллизии будут. Ну, как видите, ничего тут нет. То есть не нужны нам никакие флаги. Ну, в идеале, конечно, они нужны. Как-то всё это надо отслеживать. Ну, я думаю, для простейшего такого вот вольтметра ничего это не нужно. Итак, разрешите с вами попрощаться до следующего урока. Следующие уроки уже будут, я не помню, по-моему, их тоже будет 4 проекта. Тоже я резко 4 урока сниму. Но мы будем сразу 4 канал там использовать. То есть ДМА у нас не используется в инжектированной группе. Ну, насколько я понял, что не используется. Может, как-то можно использовать. Ну, в даташнике написано, что не используется. То есть да, они там нам не нужны. Там в массив мы и так соберём. То есть можно сделать массив какой-то попроще и с ним уже работать. То есть нам нечего в ДМА набирать-то. Там из-за чего в инжектированной группе, в простой, вернее, в регулярной группе был ДМА из-за того, что там, чтобы не колбасить каждый раз между выборками разных каналов всё это дело из регистров в переменную. Поэтому там собиралось всё в ДМА. А у нас для каждого канала есть регистр. Конечно, больше четырёх, мы их не можем тут использовать. Но нам, я думаю, и не нужно. То есть если нужно, то мы можем ещё и регулярные подключить. То есть смешанный режим использовать. Пожалуйста. Таким образом, на данном занятии мы научились запускать АЦП контроллеры STM32F1 от таймер с использованием инжектированного канала. Что позволило нам теперь более гибко и более в широких пределах настраивать период автоматического запуска преобразования. Всем спасибо за внимание. Ждите следующих уроков. С именно вот четырьмя каналами мы будем работать. То есть режим мы там уже будем включать скан. Здесь у нас отключен режим скана, там будет включен. Также жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравился данный урок. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии. Всем пока, всего хорошего, всем доброго здоровья.